всем привет с вами ted и сегодня наш восьмой шаг за протаса а именно изучение матча по протас против тиран будем смотреть это на примере матча trap против тивай и собственно в этом видео расскажу о всех моментах матча по о том как он развивается что нужно смотреть делать еще до в дополнение к тому что я уже все рассказывал прошлых шагах вот расскажу какие-то мелочи то есть пробежимся по матчапу вот параллельно с этим можете писать в комментарии как вы думаете какой самый имбовый юнит у тирана вот смотрите внимательно и до конца все как обычно а мы поехали итак смотрим от трапа что происходит он сразу же бежит спускается проверяет у себя здесь что-то происходящее то есть он смотрит что вы может вообще происходить здесь а что может происходить могут происходить различные инженерки ранее да то есть сейчас есть мода на ранней инженерки она есть в различных дивизионных лигах поэтому принципе вот он так это делает чтобы сразу же уже представлять все дальнейшую реакцию какая может быть дальнейшая реакция увидели здесь рано инженерку сразу чик-чик накинули эти газы параллельно с инженеркой может еще происходить здесь прокси барак какой-нибудь у ксм к прятаться ну то есть он вот эти вещи проверяет и принципе едет проверять именно прокси бараки изначально все места где он думает чтобы вероятнее всего будет прокси вот дома он делает гейт газ nexus наверно будет и бежит в разведку разведка которая прибегает самое главное на смотрит тайминг барака это видно по жизням мы должны посмотреть если их вот столько это все ок если их чуть меньше это может быть газ до барака кстати по моему в этой игре тоже был газ до барака если я не ошибаюсь посмотрим да 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 это скаут чуть позже если бы он не смотрел прокси он бы пришел вот сюда в минуту 10 вот в минуту 10 как я говорю если у барака желтая жизни чуть выше середины это значит был газ до барака то есть он будет соперник открываться в раннюю factory скорее всего ну прям 99 процентов с его скаута он должен приехать увидеть что барак вообще был бы готов то есть он не увидел он понял что он играет чуть-чуть помешал тут едет смотреть будет ли второй газ что в принципе дает небольшую информацию точно никто не дает и проверяет что здесь происходит и сейчас пойдет убегать убегаем всегда в минуту 50 всегда в минуту 50 убегаем оттера на потому что в минуту 50 мы видим как выходит марик вот минута 52 мы бы увидели марика вот тут так как его не видим мы предполагаем что это рипер и так как мы вышли вот тут чуть позже он еще вернулся посмотреть а вдруг марик там запоздал и сейчас выйдет он убегает не домой потому что если рипер по прямой пойдет он убил убьет эту пробку он бегать влево или вправо то есть начинает играть как бы в угадайку на то есть я побегу сюда если рипер за мной сюда не погонится погонится сюда я вернусь еще посмотрю что там дальше происходит самое главное что нужно посмотреть это что здесь происходит на рампе какая пристройка на бараке будет ли это техлаба ранее будет ли это реактор это реактор соответственно это будут либо 111 где будут какие-то масс марики танки баньши там либераторы в медиваке что-нибудь такое вот либо это будет свап да то есть но самое главное если будет свап это будут гелики либо мины опять же самое главное что мы переходим во вторую часть скаута то есть здесь он ставит старгейт как обычно поставили второй next технологию ставим начинаем делать юнитов это адепты потому что это старгейт старгейт требует много газа поэтому делаем адептов и как только пробка сдохла смотрите 2 45 ее подменяет адепт на то есть адепта самая главная задача опять же смотреть что здесь строится какие здесь юниты и вот он выполнил свою задачу он понял что это гелионы и это помогает просто защищаться на то есть тяжело защищаться бывает почему то что вы неправильно ставите своих юнитов трап увидел что это гелики что он будет делать он тут будет делать стенку она ему не поможет и он даже ничего не сделать самое главное знать что вы открыли старгейт и ваш урок должен тогда не лететь вот сюда как у него сейчас стоит да полечу пожгу рабов а сначала отбить геликов вот это самое главное то есть он делает стеночку заезжают гелики у него все юниты остаются дома они не спешат убегать и он ну отбивается с потерями но отбивается вот потом второй урок выходит и дальше начинается скаутинг уже более активный вот дальше смотрим только от лица трапа что он видит дальше протас начинает ахтема будем так смотреть дальше проца задача переходить в третий nexus а то есть наш три гейта наши технологии мы из них продолжаем клепать юнитов мы продолжаем что-то делать драться отбиваться обычно вам террин не даст ничего нахарасе если он грамотный то есть посмотрите здесь викинги здесь машинки и здесь будет рейвен это тот набор юнитов который в принципе спокойно отбивает любой воздушный лимит тоса потому что викинги сильные ну не лимит а вот этих раз юниты что будь то призма будь то оракал и машинки отбивают адептов прям супер хорошо тоже сталкеры будут дохнуть от мариков если надо ну и короче вот так вот на то есть ничего не получилось самое главное сейчас зато со что создавать хоть какое-то напряжение потому что дальнейшей технологии пока что нету и сейчас у тоса важная часть вырываться немножко вперед на то есть вот это вот третья база когда то ставят это тот момент когда террин еще не набрал свой весь максимальный потенциал который просто вот террин выходит и просто сносит тоса насквозь и если тос немножко сдержит его по рабочим террин не сможет эффективно добывать на мулах и соответственно тос сможет отбиться от следующих вот этих пушей поэтому трап здесь очень агрессивно давит параллельно сзади достраивая получается уже газы и с этих газов и уже начинается свит на то есть вот ваша задача к пятой минуте построить этот nexus раскачать эти nexus и вот отсюда начинать делать следующий переход переходы бывают разные иногда это там в колоссов быстрых но редко обычно это твой лайт фаржа и blink плюс 1 сейчас мы увидим что сделать трап и соответственно расскажу почему на робот твой лайт фаржа это будет сейчас observer скорее всего и здесь будет плюс 1 и blink почему по одной простой причине то что stalker это тот юнит которого вы с хорошей экономики вот с такой можете достаточно быстро создать в нормальных количествах чтоб он хотел хоть что-нибудь да то есть другие юниты процесс их будет либо мало либо они ничего не делают и вам сейчас очень важно то есть если мы посмотрим мы откроем вкладку юниты мы понимаем что у нас 6 stalker of 6 stalker of на 3 базы и 3 оракла то есть это все это все это больше ничего нету это мы что-то еще поубивали да то есть мы поубивали юнита в термин там машинок и прочего и прочего это если бы мы их даже не побивали нас было бы супер мало и реально сделать больше мы не можем пока да то есть у нас еще экономика только развивается это наши stalker до сих пор еще без блинка без плюс 1 поэтому вот сразу же 3 гейта добавляется что-то для мяса немножко и мы продолжаем варпать 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 собрать небольшой состав stalker of чтобы давить давить еще террану не давать занимать третью какое-то время стопорить его выход вот мы видели выход только что вот он выходит видит что он делает третью базу и отходит потихоньку к своей группировке и будет сейчас бегать напрягать то есть задача трапа в чем в том что пока он развивается он уже ставит газы дополнительные он уже идет ставить четвертую и от четвертой он делает уже следующий свитч его задача сейчас сделать так чтобы терран пока что боялся прям идти на него вы скажете кучу терран боится взял пошел на самом деле нет если терран вышел бы в атаку на трапа если бы трап стоял здесь реально все беда полная то есть важная часть затоса на седьмых вот этих минутах террана давить чтобы если он собирался выходить ему приходилось бы выйти и вот здесь разложиться прогнать тоса выйти вот тут разложиться прогнать выйти тут то есть тянуть время пока мы тянем время мы очень сильно подкопимся и если мы здесь мы ораклами допустим видим что терран выходит сюда сразу же сталкерами забегаем и начинаем все крушить да то есть мы не даем возможности спокойно террану выйти с базы вот если вы не оказываете давление у вас будет беда против терранов то что они спокойно будут выходить и ну по лимитам терраны часто могут вести против тоса вот то есть вот видим только он собрался выходить сразу стропа вот здесь встретил здесь держит об сервера он полностью контролирует передвижение террана не дает ему возможности спокойно что-то делать ходит пытается убить хоть какого-то юнита сталкерами вот и как я говорил в это время начинается следующий свитч под давлением мы делаем второе робо мы делаем робо бэй мы делаем чардж плюс два на атаку и тут один иммортал и пойдут колоссы и вот терран почувствовал силу начинает идти самое главное затос опять же встретить в хорошей позиции то есть вам нужно знать карту нужно знать примерно куда терран движется чтобы на вас атаковать и нужно знать вот это уязвимое ваше место и до того как он зайдет в уязвимое место в принципе на него напасть как я говорил в момент выхода террана трап сразу уже прыгнул сталкерами вперед здесь крушить он понимает что в принципе в защите ему эти сталкеры не очень нужны против танков на самом деле против танков био сталкеры не очень нужны ему нужны и морталы колоссы и эти зелки и у него это как раз есть и он всей своей стран другой бригадой идет вот здесь в контратаку а тут встречает его сначала на филдах он понимает что если он сейчас наломится сюда во первых тут позицию него неудобно во вторых этот в принципе маловато лимита вот но это и не критично поэтому он отступает ждет колоссов и ну есть имба естественно скил рекол вот он зареколился тем временем у тивая саплай блок что самое главное заметьте что трап фокусил он фокусил саплайки то есть он пришел сделать саплай блок чтобы тивай не мог сейчас взять и спокойно продолжать давление то есть все вот это чем тивай сюда пришел из-за того что трап поубивал именно саплайки это вот все что и будет и соответственно трапу нужно всего лишь включить батарейки подождать секунд 10 15 20 какого-то времени подождать следующего давар последующего одного юнита и все и его больше уже будет вот он сейчас это собственно ждет переживает пару ракет рэйвена в какой-то момент решает что вроде нормально с двух сторон наваливается это важно против танков прыгает сталкерами фокусит танков и в принципе готова он отбивается еле-еле от этого пуша но отбивается тем временем у трапа естественно четвертая база есть туда переводится рабочие и отсюда он продолжает строить колоссов сталкеров выигрывает игру рассказываю в принципе какие могут быть вообще развития дальше если бы тивай не сдался естественно мы идем дальше выпрессингуем продолжаем по чуть-чуть развиваться и давить и если случился такой момент что вы понимаете вы даже не хотите больше быть на территории террена то есть вы понимаете что как только вы до сюда доходите начинается какая-то беда у вас не получается контролировать в атаке и террена вас не идет в атаку да то есть как только после где-то минуты 7 8 размен юнитами остановился и у вас к примеру вот 940 начинает копиться там 170 саплая и вы понимаете что вы сейчас не идете валын ничего тогда вы сразу же доставляете еще два старгита и начинаете делать армаду армада плюс архоны то есть шторм армада архоны вот такой вот саплай такой лимит он будет вам помогать в лейте но обычно естественно игры развиваются по сценарию что вы просто продолжаете делать сталкера колоссов продолжаете делать продакшен и месяца размениваться собственно вот так это был матчап pvt спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что это серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед